Продолжение следует... Продолжение Google без разрешения пользователя устанавливает код для прослушивания звуков, который улавливает микрофон. Этот код разработан для поддержки функции OK Google, позволяющей активировать веб-поиск с помощью голосовой команды. Функции прослушивания микрофона активируются без разрешения пользователя. Код Google без согласия клиента загружает черный ящик, который, согласно ему самому, включает микрофон и активно прослушивает звуки в комнате. Это означает, что ваш ПК секретно отправляет все сказанное к кому-то еще частной компании в другой стране, без вашего согласия и ведома. По неизвестным клиенту условиям запускается аудиопередача. Назван этот код черным ящиком, потому что он является очень сложным для изучения, и разобраться в нем можно по реакциям и выполняемым задачам. Google уверяет, что код не активируют, если пользователь не согласится с использованием этой функции. Россияне отказываются от обучения в Великобритании, пишет Washington Post. Говорят, что количество студентов из России уменьшилось почти вдвое. Россияне стали меньше ездить на учебу в Великобритании. Ранее изучать язык туда приезжали дети российского среднего класса. Для многих же обвалы рубля сделало обучение за границей невозможным. Родители некоторых детей побоялись антироссийских настроений на Западе. Кроме того, есть и те, кто считают, что изучение иностранных языков вредит владению русским. В течение более чем 20 лет обучение за границей позволяло россиянам впитывать западный образ жизни и приводить его домой. Во времена, когда российские СМИ подают международные новости с антизападной позиции, способность говорить по-английски для россиян не открывает таких перспектив, как раньше. В лондонской школе International House London говорят, что у них на четверть уменьшилось количество учащихся из России в возрасте от 18 до 35 лет. Однако младших учеников стало больше. Наиболее важным вопросом для Украины сейчас является сокращение миллиардных долговых обязательств перед международными кредиторами, пишет Financial Times. Разрешение этого вопроса позволит правительству в Киеве справиться, как пишет издание «С российской агрессией на востоке страны». К сожалению, кредиторы Украины отказываются пойти на понижение долгового времени Украины. Это неприемлемо, считает Financial Times. Через 16 месяцев после начала украинского кризиса в стране сохраняется нестабильность. Экономика страны переживает коллапс. ВВП в первые три месяца сократилась на 18% по сравнению с тем же периодом в 2014 году. Международное сообщество абсолютно верно признает необходимость предоставить Украине политическую и экономическую помощь в то время, как она противостоит агрессии Владимира Путина. Западная финансовая помощь остается недостаточной. Программа помощи МВФ размером в 17,5 миллиардов долларов дополняется лишь 7,5 миллиардами, выделяемыми Украине отдельными странами. Это лишь небольшой процент помощи по сравнению с предоставленной Грецией. Будучи в Баку на открытии первых европейских игр, мы стали свидетелями их безупречной организации восторженного настроения населения и способностей Азербайджана преодолевать стоящие перед ним вызовы, что не имеет ничего общего с адресованной стране, жалчной, периодически повторяющейся безрассудной критикой, пишет французская газета Le Figaro. Всего за 30 месяцев в рекордные сроки Азербайджан смог создать всю необходимую спортивную инфраструктуру самого высокого качества с тем, чтобы принять в наилучших условиях 6 тысяч спортсменов из 50 стран, соревнующихся в 20 видах спорта. С огромным вызовом удалось справиться не столь за счет выделенных финансовых средств, а скорее благодаря силе воли, энергии и способности народа. Народа, который в то же время открыт для других и которому до такой степени важны ценности гостеприимства и Олимпийского братства, что даже Армения, участница трагического и несправедливого конфликта с Азербайджаном, тоже здесь, наравне с другими участниками спортивных и мирных соревнований. Перелистывая французскую прессу, нас задела несправедливость, проявленная в отношении Азербайджана и его руководителей посредством огульных обвинений. В то время как достаточно было бы приехать сюда, чтобы получить истинное представление о реалиях страны. Можем ли мы надеяться, что однажды про Баку будут писать из Баку, а не исключительно из Парижа? Редактор субтитров А.Семкин